Кино, гранаты, траур и стволы. Парламентский триллер с Надеждой Савченко в главной роли сегодня продолжился. Рада проголосовала за задержание и арест. Кого из нардепов из-за надежды чуть не раздели до трусов и что сама Савченко принесла сегодня в Верховную Раду, расскажет Елена Зорина. С самого утра в парламенте усиленные меры безопасности проверяют всех, даже нардепов. Это не зброя. Я не знаю, ну пока не открыто, что-то же зброя, сейчас не зброя. Все, давай. Увидев журналистов, депутат Поросюк шутит. Если у меня пояс верности от дружины или девушки, то что, мне трусы перед вами скинуты, а ключи в ней, то я что, на работу не зайду, а что? Но все же в зал без проверки не пускают. Содержимое сумки тоже приходится показать. С самого утра в парламенте и Надежда Савченко приходит на заседание регламентного комитета, причем не с пустыми руками. Генпрокурор просит поддержать прошение его ведомства разрешить задержание и арест. Ты вышла напомпованной российской пропагандой про зброи на Майдане, про гроши на Майдане, про то, чтобы... Да нет, я была на Майдане. Я вас не перебивал. Жуйте гранаты. Полтора часа дискуссии и комитет поддерживает арест нардепа. Вопросы отправляют в зал. Но там сначала говорят об экологии и градостроительстве. Тебе близко 40 минут, чтобы готовить документы. В кулуарах подсчитывают, хватит ли голосов. Я даже сегодня колор галстук и другую одягнул. Потому что для меня сегодня это день трауру. Потому что те фиаско, которые мы рассматриваем, когда человек, за которую избойнение борется весь мир, сегодня бахвалится тем, что она возит оружие из оккупированной территории, чтобы совершить теракты, если такая героиня должна была влаштовать теракт в оккупированном Донецке и поховать под этим терактом и своего друга Захарченко и других российских найманцев. Ни в кого не вызывает сомнений, намерение совершить злочин. Другая вопрос, если Савченко есть способной особой после того, что она планировала сделать, в понимании, что она есть осудной, что, может быть, стоит обратиться в целом к лекару и психиатру. Однако поддержать прошение Генпрокуратуры готовы не все. Оппозиционеры говорят, если снимать неприкосновенность, так сразу со всех депутатов. Мы не будем поддерживать сомнение недоторганности так же, как мы не поддержали сомнение недоторганности с депутатов, которые час от часа вносятся в зал, в черговое шоу, которое уже каждый тиждень проходит в парламенте и отвергает внимание от решения социальных вопросов. Вчера, на жаль, не был проголосованный закон о поддержке переселенцев, потому что не было депутатов в зале. Сегодня в зале яблоку негде упасть ближе к обеду, начинают говорить о Савченко в зале. Коли в листопаде перший бус із зброєю, зрубанным за кермом, із депутатом Савченко у задньому відсеку грузового вантажного автомобиля прибув із ДНР разом із зброєю, стало зрозуміло, що йдеться не про маячню, не про хворі фантазії або сюрреалізм, а йдеться про ввезення з боку ворожої Україні терористичній організації ДНР зброї для знищення керівництва країни. І показують давно анонсувані відео доказательства. Дістуючі ліця Рубан, Савченко і террористы. Надя часто виходить в кулуар і жадно п'ють воду. В зале дають слово і їй. Аргументи Савченко парламент не трогають, підтримують снятие неприкосновенності і арест на РДЕПа, даже бувші побратимі. В кулуарах діпутати кажуть, якщо не виновна, пість доказують в суді. Для нас дуже визначальним, основоположним стало те, що вона спілкувалася з Захарченком, з тією людиною, яка є терористом. Хай йде в суд і на звичайних підставах доводить, чи мав в її діх склад злочин. Я побачив сьогодні відео-докази, і я по факту сьогодні почув, по суті, підтвердження з боку Надії Савченко того, що це відео правдиве. І я, по суті, почув від неї підтвердження того, що вона здійснювала ті дії, які її інкримінують. Після голосування Надя спокійно виходить на вулицю, спілкується з мамою і групою підтримки. Затем вважається в парламент. Там їй зачитывают подозрення. Вручаю вам пам'ятку підозрюванного особи і пропоную вам пройти зі мною до управління Савченко Україною. Пішки пройдемося? На автомобіле. А якщо пішки прогулятися? Давайте пішки. Давайте пішки. Пішком вместе со следователями Савченко и отправляется в СБУ. Депутаты же перед перерывом успевают осудить выборы российского президента в Крыму. Елена Зурина, Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Иван Ермаков, Сергей Ковалев, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.